Ну, я очень надеюсь, что выиграет Бразилия или Бельгия. Я вообще хочу увидеть их в финале, потому что я поддерживаю эти команды. Я, скажем так, душой болею за Бразилию, сердцем за Бельгию, а умом за Испанию. А Россия как же? Нет, Россия, это само собой. Но если Россия сделает какие-то результаты, даже хотя бы до четвертого финала, то уже будет классно. Месси или Роналду? Роналду. А почему? Потому что, мне кажется, даже по человеческим качествам Роналду невероятный человек. Вот я немножко разбираюсь, скажем так, в людях, и мне кажется, что Месси не настолько приятный человек. А вот все говорят, что Месси это простой парень, но вы знаете, это рубаха-парень. Ну, я слышала, что там есть такие подковровые игры, и иногда он играет против того, что, в смысле, может испортить карьеру какому-то, допустим, игроку, как вот есть такие сборные Аргентины, он не хочет, чтобы он там играл, что могут не поставить. То есть видно, что он такой немножко неприятная личность. То есть вам его не жалко? Нет, вообще не жалко. Ну что, я только рада. Роналду станет лучшим на этом чемпионате мира. Ну, я надеюсь, что вообще-то и Неймар станет лучшим тоже. Потому что Неймар как бы старается и... У него все очень талантливый игрок, но Рональд уже становился лучшим, поэтому надо шанс сдать и Неймару тоже. Из наших парней вы бы кого-то отметили? Ну да, из наших парней я отмечаю, в принципе, Головин. Я считаю, что он очень талантливый, потому что показывает такие результаты молодой парень и очень приятно видеть, даже хочется наблюдать за его карьерным ростом. Также очень надеюсь, что Федя Смолов раскроется еще в этом чемпионате, но Дзюба, то, что показывает, тоже очень приятно. Мне кажется, у Дзюбы такой характер классный, поэтому, в принципе, он сейчас, дай бог на этом кураже, может быть, и до 1-4 дойдет. А Смолов? Смолов, я игру, может быть, он раскроется, очень надеюсь, что ему еще пока не давали возможность. Угу. Как вам, в целом, атмосфера чемпионата? Чувствуете ее? Вот как раз про атмосферу чемпионата я бы хотела сказать отдельные три слова. Мы вышли, я помню, в ресторан НОА на Тверской, прямо в центре, на Тверской, и сколько было людей. Они шли, гуляли пешком, и у них было потрясающее настроение. Это энергетика, атмосфера. Я такое не видела со времен Советского Союза, поэтому здорово, что у нас есть такие… Что вообще у России есть такая возможность принимать чемпионат мира и, соответственно, международных гостей. И очень надеюсь, таких мероприятий будет больше еще. Вы на каких матчах уже побывали? Я побывала вчера на матче Коста-Рика-Бразилия, где я практически плакала, пока они не забили на добавочное время. Сегодня побывала на Бельгии, Тунисе, и еще пойду на финал. Отлично, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...